Управляющая организация многоквартирного дома обязан заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования со специализированной газораспределительной организацией. Такой же договор необходимо заключить собственнику жилого помещения на обслуживание оборудования внутри своей квартиры. Такие правила вступили в силу с 1 сентября 2023 года. Для договоров, которые заключались на аналогичные услуги до сентября, действует переходный период, а не действительно до истечения срока. Вступил в силу федеральный закон сентября месяца, и администрация города активно включилась в работу вместе с газовыми компаниями. Сейчас идет перезаключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования. Нужно проводить большую разъяснительную работу в этом направлении, объяснять, почему так важно, проверять это внутридомовое, внутриквартирное газовое оборудование все в целом. Будем отрабатывать все вопросы, поставлены сроки, будем выполнять задачу. С начала 2024 года зафиксировано 9 случаев отравления угарным газом. Два из них закончились летальным исходом. Поэтому особую актуальность приобретает регулярное техническое обслуживание и проверка исправности газового оборудования специализированной компанией. Министр энергетики из ЖКХ Самарской области Владимир Василенко дал поручение профильным ведомствам Самары провести комплексную проверку оборудования в каждом многоквартирном доме, в каждом жилом помещении, где проведен газ. В случае неисправности, которая может повлечь вред жизни или здоровью потребителей, подача газа должна быть остановлена до устранения всех причин. Сегодня нужно просто встряхнуть наших потребителей с точки зрения отключения. Пришел инспектор, увидел нарушение, выдал предписание в данной ситуации и отключил. Первое. Должен быть составлен график. Мы должны провести сплошную проверку о наличии исправности. Первое. Венканала. Вторая позиция. Это по части газового оборудования. И в этом вопросе, вот когда мы говорим территориально привязанно к районе, у замглавы района и управляющих компаний должны иметь этот график. Если мы вот эту смычку сделаем, и в том числе приходит инспектор, есть представитель управляющих компаний, выявлено нарушение, выданы предписания, и отключается стояк, вешается объявление. Это первое. До момента устранения. На совещании обсудили и участившиеся случаи мошенничества с фейковыми квитанциями на оплату услуг по газоснабжению. Граждан просят перед переводом денежных средств обращать внимание на реквизиты счета. В случае сомнений сверятся с договором, заключенным со специализированной газораспределительной организацией. Галина Топилина, Константин Головин. События.